смотрите какая красота целое поле целое поле смотрите не знаю что это такое но но красиво посадили в том году остановился чтобы вам показать хочу немножко рассказать начали мне писать что ты неправильно торгуешь что ты завышаешь цены ну и я понимаю что или жаба давит людей или в чем причина и мы так работаем когда имеешь дело с посудой когда имеешь дело со статуэтками вы даже вот когда моете когда чистите вы можете сокнуть статуэтку и все вы там заплатили за нее тысячу думали продать там за определенную сумму сокнули и все понимаете и другим нужно перекрывать также сама посуда и вот соки все и был набор уже нет набора вот и вот как-то нужно это перекрывать и бывают такие позиции даже продаешь не продается купил дорого она не продается ты его продаешь ниже закупки это такой бизнес это не всем понять это очень сложно это нужны большие площади чтобы это все складировать собирать наборы сегодня купил там три чашечки завтра пять блюдечек и вот так можно собрать и собрать набор вот а люди пишут просто может люди не понимают это не картошкой торговать что нужно раз продал там за неделю или там же чем-то другим это совсем другой бизнес вот это очень сложно посуда ящики падают наложил ряд ящиков там пять или шесть друг на друга вот эти черные один какой-то согнулся под тяжестью все все посыпалось вы и все это нужно компенсировать работают люди на упаковке вот тоже самое оплачиваешь проезд и там и все прочее ну я думаю кто связан с рабочими тот знает что это все не просто так человек раз не вышел и уже проблемы надо еще кого-то в общем и такой бизнес очень сложный если бы это было все так просто как она и кажется то наверно каждый бы занимался посудой понимаете звоните я на квартире звонит женщина вчера прям кричит трубку не дает слова сказать и вы купите вот она 250 в магазине стоит и кобальтовые там у меня целый набор и так вот тараторит быстро 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 я ничего не могу сказать я говорю ну принесите или скиньте фотографию нет вот купите у меня понимаете с такими людьми приходится работать и вот им я покупала там по тем временам за тысячу долларов я хочу хотя бы вернуть свое ну такого нет сейчас такое положение у людей что ну нет такого уже все про те цены нужно забыть люди ломят космические цены ну такого не было уже и так на свой страх риск и покупаешь думаешь у кто-то может да может и кто-то купить нет слаживается в ящике лежит лежит месяц два потом можешь еще раз попробовать и не пошло сбавляешь цену ну а что делать и вот как то так и такая вот работа вот так что всем критикам я же блокирую людей кто-то это пишет и вот у вас там дорого там где-то дешевле ну так откройтесь и продавайте дешевле или пойдите там купите дешевле что я у меня вот и свои цены понимаете я купил поставил и как-то вот и сколько там накрутила при определенный свой процент и все вот это что идет с польши посылки курс злотой был мы начали 6 половиной так а сейчас уже 9 понимаете вот выросла и как вы это человеку объясните если злотая к украинской валюте выросла никак не объяснишь а цены да и не там цены подняли и в германии цены подняли вот он германию едет и говорит там уже все подняли привозят в польшу сын у него покупают все вот такой вот круговорот мышь не заставляем никого покупать это порыв души понимаете или люди собирают или вот понравилась вещь и человек просто чувствует этим вот телом своим он чувствует это мою понимаете вот люди приходят магазин я с ними разговариваете которые покупают они говорят я увидела я почувствовала почувств организм почувствовал это мое понимаете это для меня вот как это и как-то вот и так вот люди созданы что они вот эту радость ощущают ну и там женщина чуть ли не целовала меня за одну тарелку я как ее увидела все я с ночь не спала понимаете вот такое вот это такой это приносит радость вот эта радость это не не алкоголем торговать это красота это красота вот вы себя окружили красотой и вы рады вот я думаю многим это подымает нас настроение и многим это продлевает жизнь наши товары наши товары перекупают очень много пире перекупщиков ну и и и они потом еще зарабатывают они выставляют на ол и иксы у них есть богатые клиенты они им так предлагают так что и наши цены прекрасные можно так сказать да некоторые завышены просто покупаешь эксклюзивы люди понимают что это эксклюзив и завышают тебе цену понимаете да вот взяли и подняли ага лфз все уже ты дешево его не купишь хотя раньше можно было чайную пару купить и за 50 гривен ну вот за два года за два года как мы занимаемся все она взлетела может взлетела из-за того что война началась закрылась и границы просто были были контакты у людей которые там отвозили оттуда вот может так там все-таки дешевле хотя и там мы смотрели цены и там есть выше цены чем у нас это от зависит от и от людей которые этим занимаются если у них слишком много они тратят на рекламу много это эти сайты делают мы же этого не делали мы я ни копейки не заплатил за youtube ни копейки не ни одной рекламы не дал вот все и шло своим чередом вот так вот люди я знаю тех которые открываются они сразу вкидывают деньги покупают подписчиков и мы же видели да я снимал вы видели я снимал по 10 видео в день ходил просто болтал учился там пляжи города и вот снимал потом уже только начал и начал барахолки снимать и тогда только люди пошли а так тоже сидел год или сколько там не мог не мог набрать так что просто что хочу сказать кому цены цены высокие ну какой смысл писать чтобы вас заблокировали я же блокирую понимать если что-то против меня или против моей моего бизнеса сразу человек блокируется я никого не не учу вот как жить как работать зачем меня учить мне седьмой десяток чем меня учить меня в 16 лет была статья от пяти до десяти лет связанная по торговле торговли часть стареть я сразу было в 16 лет мне было что меня учить хорошо не посадили договорились дали дали условно вот и восемь лет и суды длились и спасло только что наташа была беременная прокурор сказал скажи спасибо что жена твоя беременная так бы ты друг поехал бы вот 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 такая была молодость так что учить меня таким вот ценам не надо ну что там по жизни я могу какую-то критику и критику принять вот я такой человек что он понимаю где что к что и как ну а по поводу цен и вас не устраивает не покупайте кого-то устраивает они покупают если бы не покупали я бы выше посмотрите мои закупки каждый день каждый день и по два видео так мы все не выставляем мы выставляем такое более более хорошее такое обыденное мы живо вообще не выставляем потому что ставить некуда вы вот и поймите мы одни наверно такие во всем мире вот извините за мою скромность которые так работают многие говорят нужно купить одну вещь и на ней наварить понимаете вот так вот все а ты ящиками покупаешь а ты да вот такая такая у меня такая у меня задумка и она дает плоды тяжело до нужны люди надо все это перебирать сортировать ну что сделаешь мы так решили работать вы по-другому мы ж вас не учим как жить и как работать так что если у вас и чешутся пальцы что-то написать какую-то гадость или получить меня как торговать и не тратьте время я вас заблокирую вот всем до свидания смотрите видите да 10 минут на лялякал вот так вот ну да запах вы не слышите не знаю что это такое знаю что его посадили вроде в том году и вот оно такое выросло надо сейчас сфоткаю и посмотрю как оно и называется ну красиво да согласитесь и еще весна и такое вот смотрите на поле поле такое такое поле всем до свидания и ждем новое видео я еду на работу и каждый день думаю что сегодня что-то принесут люди приходят и говорят вот у нас есть то вот у нас есть то и не несут понимаете в общем дело пусть еще постоит на черный день на черный день люди самые такие вот эксклюзивы оставляют ну бывают приносят до бывают перекупы и привозят приносят привозят вот как-то так всем до свидания